Скандальная книга. На прилавках американских книжных магазинов появились мемуары бывшей помощницы Трампа, которые не на шутку разозлили президента. Один из первых экземпляров новинки купил в Вашингтоне мой коллега Дмитрий Анопченко. Выбита из колеи, взгляд на белый дом изнутри. Назвала свою книгу «Темнокожая женщина», которую Трамп увольнял четыре раза. Три понарошку в рамках телевизионного шоу, которое вел когда-то, а последний раз вполне серьезно, выгнав в декабре прошлого года из Белого дома, где Амароса Ньюман была помощником президента и отвечала за связи с общественностью. Пока работала, чиновница отзывалась о шефе исключительно восторжена. Теперь же со страниц книги называют Трампа не иначе как фанатиком, расистом и женоненавистником. Преза еще до публикации смаковала отрывки из книги, а те, кто не любят Трампа, устремились теперь в магазины, чтобы купить первые экземпляры, пока с полок не размели. Каждый хочет прочесть громкую историю в изложении человека, который видел все своими глазами. Амароса подарила критикам Трампа множество поводов для злословия. Написала, к примеру, президент на ее глазах съел листок бумаги из своей записной книжки. Дает сотрудникам странные прозвища, афроамериканцев так вообще называл словом, которое в Штатах считается диким оскорблением, и таких громких, но не подтвержденных ничем историй в мемуарах масса. Команда Трампа их опровергает. Сам президент уже назвал свою бывшую советницу жалкой, а в Твиттере написал, что она со слезами на глазах просила работу, была порочной и неумной, и в Белом доме ее ненавидели. 335 страниц сенсационных откровений. Провокационное название и не менее провокативная фотография на обложке. Эта книга вряд ли станет бестселлером. Однако поводом для скандала стало уже, ведь если ее внимательно почитать, то становится понятно, что Амароса Ньюман такой себе американский майор Мельниченко, ведь она записывала на диктофон все, что происходило в кабинетах Белого дома, и даже разговоры в святая святых американской администрации. Ситуэйшн Рум. И это вызвало больше шок, чем содержание самой книги. Оказалось, в Белом доме нет металлоискателей на входе в засекреченные помещения. Сотрудникам там верят на слово, не проверяют их, а Амароса это правило нарушила, и неизвестно, что и где записывала, и какие пленки теперь всплывут. Но этот удар, несмотря на все репутационные потери, команда Трампа еще переживет. Похоже, звезда Амаросы закатится так же стремительно, как взошла из-за скандала. А вот через месяц удар предстоит куда серьезнее. 11 сентября выйдет еще одна книга. Журналисты, которые освещали вутергейтский скандал и получили за это пулитцеровскую премию, обещают сенсацию покруче вутергейта, после которого президент Никсон ушел когда-то в отставку. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.